Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Дону в студии Мария Филинкова. В Киеве открыты новые возможности для шахтерских территорий. Виктор Зубков и Василий Голубев запустили новую газораспределительную станцию Гуково. Старая по проекту могла выдавать 14 тысяч кубометров газа в час. Но зимой нагрузка вырастала до 20 тысяч. Теперь производительность увеличилась в разы – до 160 тысяч кубов. Это значит, что резиденты ТОСЭР будут обеспечены газом в полном объеме. Новая газораспределительная станция Гуково вошла в пятерку самых мощных в регионе. У нас тут уже есть претенденты на реализацию тех или иных проектов. Но это еще возможность развития социальных объектов. Это возможность газификации жителей, населенных пунктов. Так что мы решаем три единую задачи, но темпы ее реализации будут совершенно другие. До реконструкции загрузка была более 150%. Еще одну ГРС «Шахты-2» губернатор и председатель совета директоров «Газпрома» открыли в Октябрьском районе. Одним из ее клиентов станет крупнейший производитель мяса индейки. Примечательно, что обслуживают станции теперь всего несколько человек и вахтовым методом. А высокую производительность гарантируют отечественные разработки. Нам это сейчас легче делать, потому что мы несколько еще лет назад очень много покупали оборудование за границей, за рубежом. Сейчас вроде мы это делать не можем. А с другой стороны, слава богу, потому что мы сейчас 100% оборудования на Гуково и здесь в «Шахтах» российского производства. Наши заводы делают все. Кандидаты в депутаты областного законодательного собрания, победившие в предварительном голосовании для определения кандидатов от «Единой России» на осенних выборах в парламент, встретились, чтобы обсудить все предложения, мнения и инициативы, выдвинутые в ходе дебатов и встреч с избирателями. На 526 счетных участков пришли проголосовать больше полумиллиона жителей Ростовской области. В бюллетене были внесены 334 фамилии. Причем, помимо членов партии, были ее сторонники и беспартийные. Абсолютно все участники предварительного голосования должны стать активными участниками нашей партийной работы. И мы заинтересованы в том, чтобы те, кто участвовал в предварительном голосовании, работали и на областном уровне, и на уровне городов, поселений. Это, во-первых, действительно процесс отбора лучших из лучших. Тех, кто не только хочет, но и может быть депутатом, может представлять партию в представительной законодательной ветви власти. И потом это еще и социальный лифт. Каждому третьему участнику предварительного голосования еще нет 35 лет. И участие в выборных процедурах – хорошая школа для начинающих молодых политиков. Тем более, что для подготовки смены в «Единой России» впервые запустили кадровый проект «Политстартап». Выборы в законодательное собрание области пройдут 9 сентября. Искусство наводить мосты показали военные. Учения по оборудованию переправ инженерные подразделения ЮВО провели на реке Северский Донец. По таким понтонным мостам солдаты переправляются на другой берег с техникой и боеприпасами. Инженерная разведка обнаружила боеприпас и обезвредила его. Это обязательный этап перед оборудованием паромной переправы. И только на расчищенном берегу начинается наведение понтона. Происходит штурм противоположного берега. Но противоположный берег Северского Донца занят мелкими бандформированиями. Чтобы отбросить их, отправляется группа бойцов на лодке. И только после того, как условный враг обезврежен, на берегу начинает работу понтонная рота. Понтон устроен так, что при сбросе на воду сам раскрывается и готов к стыковке с другими звеньями. По нормативу бойцы должны развернуть паром из девяти звеньев за 10 минут. Максимальная грузоподъемность этого понтона – 170 тонн. Он с легкостью перевозит не только несколько Уралов с людьми и боеприпасами, но также может доставить на другой берег три танка весом каждый почти 50 тонн. Наводить такие мосты можно при любых погодных условиях. Бойцам понтонной роты надо работать как слаженный механизм с учетом направления и скорости течения. Все зимние климатические условия, то бишь разбитие лёда, то бишь этим и занимается инженерная разведка, разведывает глубину реки, то бишь поломали лёд, узнали глубину. А мы уже, зная, где какая глубина, подъезжаем, сбрасываем всех. В ходе учения личный состав подразделения проявил себя с высокой стороны, выученным, подготовленным, ну а также показал профессионализм. Цели занятий были достигнуты полностью, соответственно, оценка подразделения выставлена отлично. Учебные мосты наводили больше трёхсот военнослужащих, используя ещё и буксирно-моторные катера. Они доставили паром к противоположному берегу. Екатерина Лавадина, Андрей Токарев, дом 24, Каменский район. Головин, Черышев, Дзюба и компания определят сегодня, насколько охотно россияне будут ездить на отдых в Египет. С командой этой страны играет наша сборная второй групповой матч. И победа с большой вероятностью выведет нас в плей-офф. Ну а накануне в ростовской фан-зоне болели за Швецию и Корею, Бельгию и Панаму, Англию и Тунис. Конечно, в фан-зоне не каждый день аншлаг. Но это всё-таки фестиваль. Проще говоря, самая большая фанатская тусовка на планете. А потому, кого здесь только не встретишь. К примеру, Оскар Перуанец, соответственно, болеет за Перу. Но живёт он в Швейцарии. Значит, и эта страна ему не чужая. Ну а в этот вечер он пришёл поддержать панамцев. Вот такой интернационал. Бельгия, конечно, сильнее, но Панама может запросто преподнести сюрприз. А весь чемпионат, надеюсь, выиграет Англия или Швейцария. Здесь может случиться всё, что угодно. Большинство фанатов, пока солнце не зашло, прячутся от него в тени колонн. Но для многих жара вообще не проблема. У них дома это лёгкий разогрев. Я из Уругвая, и в моём городе такая же погода бывает зимой. Так что мы наслаждаемся жарой. Мы приехали с друзьями и очень рады этому. Ведь наша мечта побывать на Кубке мира стала реальностью. Ну а больше всего в Ростове, ровно как и во всех городах Мундиаля, бразильцев. Вроде и сборная уже сыграла и уехала, а они всё ещё здесь. Кажется, что они настолько любят футбол, что с удовольствием смотрели бы и российскую региональную лигу. Главное – круглый мяч и зелёное поле. Первый матч наша команда сыграла не очень хорошо, но у нас ещё две игры. И это только первая стадия. Мы должны выиграть свой шестой чемпионат в истории и завоевать шестую звезду на футболке. Мне здесь очень нравится. Некоторые говорят, что россияне – очень холодный народ. Мне так совсем не кажется. Здесь я увидел, что вы напротив очень открытые. И даже если не говорите ни на одном языке, стараетесь помочь нам иностранцам. Вот такой фестиваль болельщиков проходит на Театральной площади в Ростове. И если вы ещё не стали частью мирового футбольного праздника, скорее присоединяйтесь. Такое пропускать никак нельзя. Иван Полихин, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. 27 июня в День молодёжи на Дон приедет футбольная ночь. Девять музеев подготовят специальную программу для любителей погонять мяч и будут ждать гостей до 11 часов вечера. Чем Ростов собирается культурно развлекать болельщиков, рассказали в пресс-центре Мундиале. До середины июля запланировано больше 1600 концертов, выставок, спектаклей, экскурсий, тематических праздников. В них задействует около 6000 артистов и 500 творческих коллективов. Цикл открытых концертных программ. Если мы возьмём вот по Ростову-на-Дону, то большая площадка у нас будет работать в новом парке Левобережный. Это набережная. Это у нас парк Горького. Переулок Соборный. Открытые концертные площадки развернуты также на фестивале болельщиков в аэропорту, публичной библиотеке и МОЗ-театра. И мы можем транслировать всё то, что идёт на сцене нашего театра. И симфонические программы, и оперные произведения, и балетное искусство. Всё, что там есть, всё будет транслироваться и на улицу. Естественно, мы там устанавливаем кресла, и есть прохладительные напитки, и чтобы людям было довольно комфортно. А сходить в Донские музеи гости просто обязаны. С паспортом болельщика туда пускают бесплатно. В музыкальном оформлении Чемпионата мира по футболу среди барабанов, трещоток и вувузел слышна русская классика. Это открыл свой фестиваль Ростовский МОЗ-театр. Опера и балета теперь можно посмотреть и на открытом воздухе, как прямую трансляцию со сцены. Подготовка к большому футбольному балу завершена, и главные действующие лица вышли на сцену. Гала-концерт фестиваля «Шедевры русской музыки» – это шедевры из шедевров. Тут и Прокофьев с его величественной поступью рыцарей в танце, из Ромео Джульетты, из сцены коронации Бориса на царство, из оперы Борис Годунов. А еще будет и самый русский балет Чайковского «Лебединое озеро» и его роковая «Пиковая дама». Насыщенная театральная фестивальная жизнь идет вровень с футбольными баталиями. И если в классических спектаклях финал известен, то в итогах чемпионата пока никто не уверен. Конечно, я болею, я болельщик. Я сам играл в футбол и очень люблю это дело. Поэтому, в общем, и выступал даже за команду города. Вот, поэтому я очень люблю этот вид спорта. Это, конечно, огромный праздник не только для Ростова, это, конечно, колоссальный праздник для всей страны. Мы выступаем, этим самым мы хотим показать, что мы за наших, что мы болеем за наших ребят, за нашу команду, за нашу страну. И дай Бог им удачи, успеха. И начало, по-моему, положено замечательное. Все оперы и балеты фестиваля шедевров будут транслироваться на уличном экране. Так что смотреть их можно под открытым небом. Продолжаются и живые уличные концерты солистов Музтеатра к чемпионату мира по футболу. Галина Белоусова, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15.00. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова